Со своим будущим мужем Анатолием Мукасеем, Светлана Дружинина познакомилась, когда училась на режиссера. Анатолий тоже был студентом, но на операторском факультете. Они оба были капитанами волейбольных команд в ГИКа, Светлана женской, а Анатолий мужской. Участвовали в соревнованиях, эздили играть в творческие вузы страны. Поначалу Светлана не обращала внимания на Анатолия, и его это очень злило. Но все чаще они проводили время вместе и ходили в кафе. Анатолий любил фотографировать, а главной моделью, конечно же, была Светлана. Они как-то очень быстро почувствовали родство душ, влюбились друг в друга и совсем скоро начали встречаться. Светлана была старше Анатолия на два года. Но эта незначительная разница в возрасте не смущала пару. Интересным фактом является то, что до знакомства с Дружининой, Анатолий вместе с мамой посмотрел картину за витриной универмага, в котором снималась Светлана. Главная героиня очень приглянулась его матери. Именно тогда он сказал, что женится на этой девушке. Когда в Москву приехали родители Анатолия, чтобы помочь его сестре Эля со свадьбой, он познакомил их со Светланой. Девушка им понравилась сразу же. Они поняли, что Дружинина станет их сыну хорошей женой, и предложили сделать две свадьбы сразу. Немного подумав, Светлана согласилась. Пышную свадьбу отпраздновали в ресторане «Прага». Первые годы семейной жизни были непростыми. Не обходилось без ссор и скандалов. Но мудрые родители помогали молодой семье решать все конфликты. Мама Анатолия была для Светланы примером во всем. Она училась у нее стилю и манерам. По ее словам, свекровь и свекор были очень удивительными людьми. С годами союз Анатолия и Светланы становился все крепче и гармоничнее. Они научились терпеливо и уважительно относиться друг к другу. В браке родилось двое сыновей Анатолия и Михаил. После смерти старшего сына и невестки, супруги взяли опеку над внуком Даниилом. Младший сын Михаил пошел по стопам отца и матери и связал свою жизнь с кино. Он успешный продюсер и оператор. От первых браков Михаил подарил своим родителям двух внуков, Максима и Елизавету. А в 2012 году женился на российской волейболистке Екатерине Гамовой. У пары родился сын. С невесткой у Светланы сложились теплые отношения. Анатолий Мукасей и Светлана Дружининой вместе уже 64 года. Супруги считают, что именно совместная работа помогает им сохранять брак на протяжении долгих десятилетий. К слову о том, что карьера Дружининой сложилась именно так, а не иначе, в некоторой степени виноваты родители Анатолия. Они оба были разведчиками, а после замужества Светлана несколько лет не могла выезжать за границу, ролей стало меньше. И когда она неожиданно для коллег и поклонников оставила успешную карьеру актрисы и ушла в режиссера, никто не верил в ее успех. Только муж поддержал ее решение. А когда в 90-е годы почти перестали снимать кино, и Анатолий Мукасей долго был невостребованным и с каждым днем терял интерес к кинематографу. Светлана написала сценарий для сериала «Тайна дворцовых переворотов», чем буквально вернула мужа к жизни и спасла от депрессии. Тогда они стали творить вместе, а их совместные работы приобрели широкую популярность среди зрителей. Супруги не скрывают, что часто ссорятся, как на работе, так и дома, но затем непременно быстро мирятся. Пережить все невзгоды им помогло терпение, взаимопонимание и умение прощать. А их семья стала тихой гаванью и источником вдохновения и сил. Для них это и есть составляющая любви и семейного счастья.